здравствуйте дорогие друзья вы на канале за бугром лайв с вами несменно ее ведущий олег забугорский и сегодня я в гостях у дмитрия сатаева дмитрий здравствуйте благодарю вас во первых что вы впустили меня в своя святых так скажем давайте немного нашему зрителю расскажем где мы находимся и расскажите немного на русском на русском зрителям у меня русские то что мы снимаем мы снимали сейчас информационные так скажем видео для американцев вот но зрители у меня русский да и очень хотелось бы я знаю что вам тяжело говорить про попробую ноги окей меня зовут дмитрий сатаев это сан-диего калифорния мой джим здесь находится 5 лет на этой на этой локейшн и почти 15 лет или 13 лет в этой эре значит называется old school hardcore джим это если на русский перевести старая школа настоящего тяжелые тренировки и рашки кэрэбал академии в час если на русский перекрутить получится академия гиревого спорта мы занимаемся гиревым спортом здесь но занимаемся в общем-то любыми физическими здесь упражнениям потому что у нас очень много различного equipment то есть мы можем тренировать от абсолютного начинающего человека если ребенок это с 10 лет и женщина с любого возраста или девочки и у нас есть студенты под 80 очень даже в хорошем физическом состоянии лично я видел мужчину чемпиона ему 63 63 года и я присутствовал на немного присутствовал на его тренировки это реально хардкор то есть вот реально хардкор мне человеку прошедшим советскую армию который видел настоящий хардкор это очень сильно удивило мой вопрос в каком году вы когда вы приехали в америку сша по моему это было восемьдесят девять восемьдесят девяносто я тут я я только пошел в армию я только пошел служить вам сейчас 50 за 50 за 55 то есть знаете следующий этап за 55 в категории до 60 лет поступали вот так вот так информация для зрителей вы действующие абсолютно действующие спортсмены я так думаю что я все еще сижу на верхушке последний чемпионат мира я выиграл 2014 году большим отрывом ну и в предыдущие чемпионаты мира 13 и 11 в общем то я дам я так думаю я еще очень хороших на выступающей форме такой вопрос по прибытию в америку занятие гирьевым спортом она была без отрыва то есть это было постоянное занятие то есть или же она пришло с каким-то определенным временем когда вы уже здесь жили но мы я уже жил здесь довольно долго потому что гирь как-то ковер настоящих советских где вообще не существовало здесь в америке и я занимался powerlifting на русском это по-моему называется я так и так и трейборье силовое все в общем-то знают барбила то есть практически выступал и занимался на очень больших тяжелых весах на в пару лет где там приседал 380 килограмм мои 40 лет то есть так занимался но я искал немножко тяжелее потому что когда вы все временно за 300 килограмм подымаешь тело начинает ругаться на тебя иногда матом вот я искал русские я так думаю что было по-русски вот я начал искать немножко сбора сбрасывать веса потом возраст начал тоже приветы передавать я искать начал очень тяжелый спорт но сейфер то есть не настолько травматичный как под полетит потому что много веса вот а гири я когда-то еще в россии в семидесятых их дергал я вот искал этот пути но соединился с россией нашел те людей которые этим занимаются вышел на федерацию он нашел человека который сильнее меня это было не так просто чтобы я мог как шел слушать человека который сильней для меня это это респект и нашел человека он был достаточно сумасшедший до сих пор очень сильный он сейчас ему 66 в греции он стал моим тренером по гиревому спорту тренировал меня 8 лет только на телефоне и первый чемпионат мира я выиграл практически у него в греции тренируясь только по телефону это каждый день на телефон видеотейп иногда высылали в то время еще не было этой всей технологии то что мы сейчас там ватсап эти все вещи перекидываем там был записал видео отослал через три месяца получил обратно вот ну вот так вот я тренировался потому что если ты хочешь чего-то достигнуть ничего нет подобного в мире feeling когда вешается медаль тебе и в твою честь играет гимн а это был американский гимн стоило каждую секунду тренировки я сразу вспомнил выступление наших советских фигуристов которые всегда стояли вот со слезами игра играл гимн советского союза вот меня именно эти воспоминания у меня почему-то нет в голове воспоминаний каких-то крупных побед уже постсоветского государства одно реально реально вот для меня советский спорт это было какое-то достижение на недостижимого я не достижимого и люди вот это вот гордость ощущения неся победу для страны делали это для спорта сейчас какая-то коммерциализация очень все поменялось но по-русски это звучит все ради бабок то есть бабки бабки футбол где-то я просто могу по одной из последнего моего разочарования футбол я больше не смотрю футбол потому что я прекрасно понимаю что парни которые бегают на поле они бегают ради рекламы кроссовок они делают рекламу мальчик instagram то есть вот это но самого спорта я не вижу что это произошло когда это произошло вот твое понимание наверное это поменялось на лет двадцать назад я последний раз выиграл последний раз смотрел когда наши в хоккей в 80 проиграли вот это все для меня это моя жизнь поэтому я очень люблю и так долго этим занимаясь 40 плюс лет не интересно человека взять вот он пришел с травмами и вытянуть его на самую верхушку это это спас вот кстати многие именно приходят знаешь ветераны ветераны например каких-то воин да именно с травмами имеющие не просто желание стать сильным знаешь красоваться с гирей а именно реабилитационные какие-то курсы вот именно занимание занятия гири это хороший сапчик потому что с возрастом те которым за 40 за 50 и выше они сейчас знают о чем я говорю ты 40 как тебе turn 40 у тебя сразу проблем как-то начались чуть ли не на следующий день большинство моих студентов сейчас приходит ну я молодежь не имею ввиду а тем которым за 40 и выше и начинается проблемы и даст май экспорт если я а кимиками мальчик или когда он делать мать я как волшебник дожиме я могу много чего сделать если человек довериться она уже европе фас то есть ты должен доверять своему тренеру и тогда я могу с тобой работать и большинство людей вот like baby boomers которые родились 50-60 годы начинают иметь кучу проблем серьезных проблем если вы не будете ходить тренироваться эти деньги и больше уйдут к докторам которым в общем-то до фене если честно по-русски какое у вас здоровье мне это очень важно потому что каждый раз когда кто-то вас спросит где вы вы скажете вы назовете мое имя it's important it's a legacy of a coach and i do that long time я делаю это давно мне очень интересно и приятно смотреть результаты у меня вот недавно был человек ну уже год прошел ему за 70 был здоровый а дыхание вообще никакого нету сейчас он делает такие вещи свои 71 до большинства молодежи не сделать очень даже в кайф да кстати в кайф я хочу рассказать маленькую историю как мы собственно говоря познакомились это да у меня очень много происходит знакомства с людьми в очень нестандартных ситуаций в одном из эфиров я шел по пляжу лохое разговаривая со своими зрителями прямом эфире а вы знаете я хожу в тельняшки даст и достаточно давно хожу это для меня очень родное близкое и я не понимаю на пляже лежит на шезлонге очень комфортно отдыхает мужчина в такой же тельняшки главное точно такой же длинно рукавная тельняшка и я говорю посмотрите еще один морячок и в ответ слышу русский отклик я немножко опешил ну хотя как бы в сан-диего это не так редко встретите русскоговорящего и тельняшки редко это не возможно это это невозможно и эта встреча состоялась так мы познакомились с дмитрием завязалась беседа на следующий день еще по загорали благо погода в сан-диего perfect просто и замечательная и я напросился в гости я очень люблю ходить в гости вот собственно говоря мы сейчас находимся винни-пух утро у нас утром между прочим мы встретились здесь половина чего-то 10 до и некоторое время снимали репортаж для наших американских англоговорящих вот я обратил внимание я обратил внимание когда ты уже увлекаешься говоришь говоришь человек живущий 30 лет в америке ты начинаешь думать по-английски и переходишь на американский на английский язык это происходит само собой потому что ты включаешь ту часть головного мозга которая отвечает за импрессион да то есть ты уже весь увлечен в разговоре и ты не обращаешь внимание как ты переходишь со русского на английский это я хочу понять это делают все эмигранты то есть могут и и я так скажу мой экспириенс когда я приехал там давно я встретился с русскими ребятами это было сан-франциско и все русские сто процентов русскими там футбол играли говорили на английском для меня это было в общем-то shocking тоже потому что я так команд вы что это самое на русском не говорите но мы говорим просто легче на английском было сложно поверить сейчас точно так же мне гораздо легче говорить на английском но если я на русский перехожу и моя тема и так потихонечку втягиваешься я вроде как возвращаюсь к этому но на английском в общем ли я из него почему спросил потому что я очень часто встречаю с людьми которые прожили 7-10 лет и им действительно как ты говоришь проще говорить на английском вот я очень свежий эмигрант да мы живем всего лишь третий год и по воле как бы судьбы я очень мало говорил на английском какие твои советы людям приехавшим начавшим жить в америке в соединенных штатах по изучению языка вот именно хардкор как бы вот твой как ну во первых skills у каждого или как это умение понять как надо заговорить приятного восприятия языков у каждого разные кто-то более талантлив чем другой например я играл музыкальные инструменты там когда-то пел мне было ну наверно было бы легче но я я пахал я пахал учить английский потому что я приехал сюда я знал что this is my country i have to speak english то есть я обрезал все что там есть ну не родину конечно там это сама но если ты приезжаешь сюда в америку и ты хочешь влиться и понять что это за страна тебе нужно окунуться полностью в американскую жизнь что я я начал а ты лимитировал русское общение абсолютно я вообще русское общение убрал 99.9 процент совсем убрал я общался с людьми даже если я не понимал ничего я я звучит страшно злился на себя что я не понимаю и поэтому меня толкнула я нанял как это на русском репетитор да я надел на начал на нанял репетитора он мне если задание давал читать две страницы я читал 10 если он мне сказал 10 страниц я почитаю 100 и об науша когда вы приезжаете сюда вы понимаете от вашего английского ваше будущее будет зависеть сто процентов ну почти сто процентов есть талантливые люди если это на компьютере может быть английский и не так важен вначале но в общем это очень важно то есть нужно разговаривать как бы коряво это не было и не обижаться когда вас поправляют для меня это было очень важно когда мне я прошу исправь меня даже мы ну мы в то время сильный здоровый агрессив парень приехал если кто-то улыбнется не так я уже знаешь там на кулаке почти понимаешь это нужно было все сбросить не так было это все просто я жил в нью-йорке в то время вот и я пытался понять здесь нравы как-то обычаи вот я влился очень быстро в это дело потому что я опущу myself into it я пытался только общаться сто процентов общаться с американцами даже если я не понимал разницы никакой не ну читать 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 слушать я ящик ящик телевизор ящик телевизор снова одних из последних рекомендаций вот людей с людьми которые например прямо рекомендуют как изучать до смотреть ящик с фильмами абсолютно без разницы какими но чтобы там были английские субтитры не русские субтитры то есть он говорит слова уэлкен да идет текст вэлкен то есть ты на подсознательном за воспринимаешь слуховым что это вэлкен и ты видишь читая как буквенное обозначение начнешь начнешь читать пропустишь что говорят это просто я так не учился рон я как говорю как сказал у каждого свои скилл сразу не восприятие раз не воспринимает люди по разным кто-то на кому-то читать нужно кому-то слышать и но общаться с людьми надо чем быстрее тем быстрее зарабатывать однозначно америка если вы приезжаете в америку да она все-таки англоговорящая страна если вы конечно не планируете так скажем работать всю жизнь на стройке грузчиком то там конечно вам английский не нужен но для развития и воплощения своих мечт своих стартапов в америке нужен язык я занимаюсь сейчас языком очень плотно вот не убирая общение с русскими это конечно для меня будет значительно сложнее не но я не ищу легких путей я не сваливайте язык на возраст это самый первый экскьюз которые русские пользуют ну я не знаю куда мне 40 лет бред 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 полно оно тяжелее конечно будет но если желание есть достигают результатов больших нежели многие янг так сказать как на свидание дал тебе все работа у меня времени вдруг на свидание за час раньше приходишь еще час если опаздывает дмитрий такой вопрос вопрос совет дай пожалуйста свою рекомендацию смотрящим нашим зрителям чтобы ты рекомендовал от себя от человека прошедшего такую спортивную школу бизнес-школу начинающим подрастающим людям занимает начинающим стартующим свой бизнес для построения себя личности какие-то твои основные вот принципы рекомендации ну в бизнесе или как конкретно сейчас все связано все связано это строение себя себя строение да это и подача себя в обществе это и подача себя в бизнесе то есть сейчас настолько вот эта коммуникация комьюнити она настолько растворила границы да и вот построение человека возможно вот наверно . ну ценности у каждого разные например мои value of person моя оценка человека наверное будет другого у каждого свои ценности по жизни если чего-то хочешь добиться надо пахать надо просто как вот уперся рогом и надо пыхтеть но не не забывать что еще есть есть друзья и семья за деньги продавать людей не стоит да мы сталкиваемся многие в своей жизни что друзья ну мы думаем что он друг и вот как песня есть высоцкого друг оказался не друг а враг и так и вот такие вот вещи я я почему это спрашиваю потому что я внутренний мир твой искренне ощущаю настолько глубок и восприятие допустим я даже представляю почему ты пустил меня к себе ты не пускаешь к себе русских он дим дмитрий не общается не потому что он не воспринимает другом мире да я не то что я не пускаю русских в это да я наверное поменялся тоже и когда новоприбывшие приезжает они приезжать совсем с другой стороны я многого не понимаю о чем они говорят вообще просто как это по-русски не догонять совсем не в теме да да то есть они вещи говорят которые им важны для меня они абсолютно не важны уже и восприятию всему ценностей ну да и грубое отношение вот иногда так фамильярность это ну например мне очень не нравится это вот даже когда-то в наше время были такие разные ты и вы сейчас это здесь стирается а я это очень не люблю когда это стирается если человека не знаешь нужно его уважать в первую очередь показать свою сторону ну я один человек вы будете другие у каждого свои подходы по жизни но мой циркутов часы сверой смол то есть я впускаю определенных людей у меня очень хорошая дружба есть с людьми которые конечно американцы мы очень близки с русскими я общаюсь очень 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 мало практически никого не знаю если они приходят и начинает вталкивать свою русскую культуру сюда это это просто неправильно это мы если в россии то нормально а здесь это не нормально но в моих глазах то есть i am american но душа конечно русская никуда тут русская русская в офисе эти для бани висят и всякие принадлежности над столом просто я извиняюсь за подробности царь чтобы да по-русски и поэтому вон ковер я бухара вижу висит и много 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 интересных вещей я кстати здесь вот вам сейчас в этом видео показывал во время нашего разговора вы видели и сам зал и некоторые атрибутику скажи еще пожалуйста основной твой доход многих зрителей всегда интересует не сама пусть цифра до основной заработок сейчас это именно продажа своего творчества продажи своих знаний то есть продажи своих классов тренинги тренировок ну наверно потому что и купим продать сложно это большие компании маркетинг а ман экспорт и мораль до ци мне довольно легко продать мою мой наличь и is of experience и годы тренировок и чем наверно что-то другое я люблю продавать вещи в общем а я мою праву из ритейл но а маку в датс на тренер а маку в кучу преподавать big difference big it's a it's a lifetime difference between a trainer and the coach большая разница между самим тренером это я сейчас вот как раз возвращаюсь да и преподавателем преподаватель участвует в твоей жизни он следит он за занимается и это большая разница до куч в общем становится ну не часть твоей семьи конечно очень большая часть твоей жизни такого чат тренера так ты пришел заплатила тренировал ушел он тут же забыл кто ты что ты бы что ты только чтобы это большая разница сравнивать просто нельзя я беру людей от начала и вытаскивать на большинство моих студентов очень долго давно со мной есть по 15 лет и выше то есть мне приятно взять кого-то там 15-16 лет ему вытащить и он сейчас уже в 20 и там достигает чего-то и все равно еще стил бета крапарова то есть я ему выдаю еще также как и голодом об этом дмитрий огромное спасибо огромное человеческое спасибо и я надеюсь наши зрители оценят это видео поставят свои комментарии вопросы так как мы живем совершенно недалеко я в любое время мог бы приехать и продолжить наши репортажи с каких-то занятий возможно это будет какая-то тренировка и и пожалуйста делитесь этим видео с своими друзьями распространяя это видео вы даете возможность людям увидеть растворение некоторых мифов об америке о стереотипах которым нам навешал ящик ведь ящик и здесь работает пропагандистский до свою так скажем задачу выполняет американскую так же какие в союзе в россии да там свои стереотипы мы на нашем канале с моими гостями моими ведущими будем растворять и рассказывать о том как это было как это есть как это возможно будет милить спасибо большое надеюсь вы придете и я вам выдам здесь тоже в мироку thank you